Всем привет, дорогие друзья! Рада вас видеть на моем канале, и сегодня у меня видео про самые дорогие парфюмерные покупки, сделанные за последнее время. Не советую так делать, как я. Да, это своего рода такая зависимость, наверное, и экстрим, зависимость от этих эмоций, от этого адреналинчика, от этой загадки. Понравится, не понравится, но все-таки, учитывая цену, нет, не делайте так. Лучше сходите, потестите, лучше закажите отливант, пробник, каким-то образом познакомьтесь с ароматом, а потом уже тратьте свои денюжки. Два аромата у меня с сайта Арома Бутик, я напоминаю, что у меня есть промокод 7% первый заказ, 5% последующие заказы. И еще, если вы привяжете свою ВК-страницу, вам дадут еще 2% постоянные, которые можно суммировать с промокодом. И также еще недавно узнала, что если вы будете писать на ваши купленные флакончики там отзывы и с фотографией их публиковать, то вам будут начислять по 100 рублей, 200 бонусов, 100 рублей. И это на счет, который вы можете тоже потом тратить. Ну и считаю, что нормально, да, 100 рублей скидка за один отзыв с фотографией. Так, у меня там просто огромное количество заказов, я уже, наверное, тысячи на полторы себе вот буквально за пару часов заработала бонусиков. Вот, и 2 флакона у меня с сайта Мегамаркет, кто подписан ко мне в телеку, знают, что я там тоже очень выгодно умею заказывать. Там огромные кэшбэки, там крутые промокоды. Одно только правило, друзья, выбираем самых проверенных продавцов, таких как Рандеву, он как раз-таки есть на Мегамаркете, таких как Ривгош, который, к сожалению, временно, надеюсь, что временно ушел из Мегамаркета, но, надеюсь, вернется, потому что там действительно было выгодно заказывать. Также там, например, есть Beauty Depot, то есть сайты, которые вы все, то есть продавцы сайта, магазины, которые вы все знаете, вот через Мегамаркет можно покупать, у них очень выгодно списывать свои Сберспасибо, применять промокоды, Сберспасибо списывать до 99%. Так что, кто хочет все это знать, быть в курсе, подписывайтесь ко мне в телегу, ссылка в описании. Ну что ж, мои дорогие, давайте начнем с аромабутик и самого роскошного аромата, и это единственный аромат, который я знала, что я заказываю, потому что я ходила вокруг него, ну, год точно, может быть, даже и больше, это шикарный бренд, на который я тоже давно смотрю, у меня тоже там список хотела, где-то из 4-5 позиций, но вот эта красота, вы только посмотрите. У них есть флакончики 35 мл, но выгоднее, конечно, брать сотку, но это немаленькая цена, по-моему, 22 тысячи стоит товарная версия, тестер чуть дешевле, но не сильно, большая разница. Это Мадлен или Мадлин, это, в общем, какое-то печенье, по-моему. Если что, извините, я особо не готовилась, вот сегодня у меня просто есть немножко времени, я решила рассказать о своих покупках. Я уже в шотцах показывала, я уже в телеге показывала красоту этого флакона. Вот такая вот шикарная парабень, и вот эти сотки, они идут в шкатулках. Покрытие под кожу, внутри у нас пыльничек даже есть, и посмотрите, как это все роскошно, как это все красиво. Это гурманика, стопроцентная гурманика, очень съедобная, очень вкусная для любителей молочных нот, для любителей взбитых каких-то сливок, для любителей чего-то сухого, такого немножко с печеньем ассоциации, и, конечно же, для любителей орехов, жареных каштанов. Если вы все это любите перечислено, я вам очень советую этот аромат. Мне кажется, что его близкий родственник это Сандал Сан Эрметика, и это Тубероза Каштан Ботиковый Ланком, частично это Трусарди Собачка, которая кофе с орешками, то есть это вот такие близкие родственники этому аромату. Также его сравнивают, по-моему, за Дикой Вольтер, но за Дикой Вольтер, Джаст Рог и просто за Сесхё, там нет орехов особо. То есть, да, там сливочные деревяшки, здесь они тоже есть, но ореховости там нет. Я бы все-таки сказала, это ближе к Сандал Сан Эрметика, потому что там тоже есть и сухость, и вот эта плотность, такая плотность текстуры. И вот Тубероза Каштан, вот этот ореховый момент жареных каштанов тоже там перекликается. Аромат достаточно стойкий, плотный. Я бы не сказала, что он какой-то супершлейфовый, то есть мне так не показалось. Но он очень вкусный, то есть это действительно та гурманика, которая не слышится плоско, скучно, хоть даже это съедобная тема, но настолько она прекрасно сделана. Пирамида тут большая, кстати. Есть, конечно же, и негативные отзывы на фрагрантики, куда же без этого. Но я ничего странного, ничего плохого здесь не слышу. Это жирненькие-жирненькие, такие жареные, очень вкусные орешки. Вот просто я сейчас начну захлебываться слюной, как это обычно бывает. Аромат номер два, который я тоже купила слепую на сайте Арома Ботик, он еще дороже. Он стоит 30 тысяч рублей. И по-моему, на тот момент, когда я уже получила флакон, я пошла просто посмотреть цену, и он подорожал еще на 8 тысяч, то есть 38 тысяч рублей. Я о нем услышала от блогера. Она говорила, что это вообще неуловимый аромат, что его моментально разбирают, его очень трудно купить. И потом я наткнулась на всякие распивы, где тоже, ну, прям так нахваливают этот аромат. И потом я почитала отзывы, где тоже все нахваливают этот аромат. Я увидела, что это Quentin Beach. Я, в принципе, люблю ботиковые ароматы. Я, в принципе, люблю бренд Клоя. Поэтому все вот это вот почитав, изучив, я подумала, ну, мне должно понравиться. В принципе, я скажу так, я не осталась от него в восторге. Я нафантазировала себе, что он будет лучше, круче, интереснее. Но когда я уже, знаете, вот с холодной головой почитала более так вдумчиво само описание бренда, как они представляют эту линейку, мне, в принципе, стало все понятно. Я не знаю, почему передо мной была какая-то вот завеса, и я сама себе там что-то нафантазировала. Вообще, сразу хочу сказать, никаких претензий к блогерам, которые его хвалят. У меня нет, конечно же. Потому что, ну, не всегда ожидания реально совпадают. Это абсолютно нормально. Кто-то покупает по моим отзывам, тоже слепует, тоже оказывается мимо. Это нормально, да. Вся ответственность, конечно же, на мне. Но я просто что хочу сказать. Когда я прочитала, что вот эта линейка... Давайте я вам покажу, это в руках держу. Ну, во-первых, я взяла себе сразу большой флакон 150 мл, так как я делюсь ароматами, то есть выгоднее по цене было взять, конечно же, большой флакон, чтобы цена была как можно приятнее для людей. И чтобы и мне побольше остаток остался в конце в итоге. Вот 150 мл, тогда стоил 30 тысяч, это без промокода. И вот у Клои у них есть, то есть это Кедрус, у них есть Магнолия, у них есть Папирус, у них есть Лаванда. Я еще смотрела на Папирус одновременно и на Лаванду, меня заинтересовало описание, есть еще какие-то, какие-то. И когда я уже вдумчиво посмотрела, что говорит сам бренд, он говорит, друзья, это ароматы, это линейка, которую вы можете смешивать и получать уникальный аромат. И я такая, ну, теперь все понятно. Так в чем моя претензия к этому Кедрусу? Что мне здесь не хватило? Во-первых, хочу сказать, что здесь стойкость просто вау. То есть это очень стойкий аромат, это очень шлейфовый аромат, очень цепкий аромат. Учитывая, что это фужер, потому что я считаю, что это фужер, это такой колонь фужер с невероятнейшей стойкостью. Поэтому, как вы знаете, фужеры, они не особо стойкие, как правило. Поэтому, если вы хотите себе безумно стойкий фужер, который будет на вашей коже даже после душа с мочалкой, с мылом, так, как будто вы только недавно его нанесли, туда, конечно, мои большие рекомендации. Это аромат свежий. Это, конечно же, аромат, как вы понимаете, судя из названия, прокедр. И за счет этого, конечно, это такой прям унисекс. Даже не ровно посередине, а все-таки с наклоном в мужскую сторону. И я, наверное, фантазировала себе, что он будет более играющий, более какой-то переливающийся. И когда я начала его носить, у меня такое ощущение было, что здесь что-то не доложили. Какого-то важного ингредиента не хватает, какой-то изюминки не хватает. И потом, когда я прочитала, друзья, что, пожалуйста, покупайте несколько ароматов за 38 тысяч, смешивайте их и получайте уникальные ароматы, я, конечно же, поняла. Да, теперь я понимаю, почему. Мне кажется, что здесь чего-то не хватает, потому что производители уже задумали, чтобы я купила еще магнолию сюда добавила, или папирус сюда добавила, или лаванду сюда добавила. И действительно, мне кажется, если сюда добавить папирус, если сюда добавить магнолию по очереди, или даже все вместе, это действительно будет круто. И, скорее всего, я вот, чтобы как-то себя реабилитировать, да, свои впечатления такие немножко неоправдавшиеся, я, наверное, все-таки, точнее, мне придется все-таки купить себе либо папирус, потому что я вот смотрю на него больше, либо лаванду, потому что я давно хочу лаванду, либо какой-то безумно женственный нежный цветок, и вот тогда, вот тогда это будет пушка-ракета, как говорится. А пока как будто пазлика какого-то не хватает. Тем не менее, технические характеристики просто вау. Чем же он мне пахнет, почему вот так, что мне здесь не хватает? Потому что он мне пахнет кедром, холодным кедром. Он мне пахнет чем-то свежезеленым, по ощущениям, как будто здесь вербена. Вот такая очень мягкая нота с зеленью, вот этой зеленцы с оттенками цитрусов. Хотя вроде бы цитрус здесь не заявлен. Вроде какая-то должна быть пряность, мох, помню, точно здесь есть. То есть насчет пряности, ничего пряного, деколонистого, вот когда кардамон какой-то или гвоздик, такой деколончик дает мужской, нет, этого здесь нет. Ну вот как будто вот вербена с оттенками цитрусов, зелени, листочков и вот этот кедр. И вот это все такое воздушное, легкое, как колонь, как легкий ежедневный фужер. Надеюсь, я смогла донести вам свои впечатления. Так что выхода нет, придется покупать очень дорогой ему аромат в пару. Дальше, друзья, два Тома Форда. Моя коллекция Тома Форда потихонечку тоже разрастается. И вот такие вот две сотки я купила очень выгодные, списала огромнейший просто свой кэшбэк. Сберу спасибо на мегамаркете. Конечно же, только, еще раз повторюсь, у проверенных продавцов берем и быстро курьер тебе, когда приходит там в их какой-то такой местный склад, просто кнопочка вызвать курьера, и курьер в течение 15 минут уже у вас с флаконом. Второй парфюм, который я заказала, это Тубероза Нью. Когда аромат только вышел, мне кажется, только ленивый не снимал среди парфюмерных блогеров о нем видео. Очень много кто купил себе этот аромат, но я никогда не была фанатом Туберозы. Мне кажется, что я вообще не особо люблю Туберозу. Это, наверное, вот на последнем месте цветок у меня в любимчиках. На самом конце у меня этот стоит, Флёр Д'Оранж. Вот, а Тубероза чуть-чуть повыше. Но я хочу найти свою идеальную Туберозу. Я нашла прекрасную Туберозу, которая плавится на солнце в садах Индии, Parlement de Parfum. И вот эта Тубероза, я вам ее уже показывала в подборке весенних букетов. Она вот в сборке похожа. То есть здесь тоже кремовые цветы, которые плавятся на солнце. Здесь тоже добавляется какая-то мягкая пряность, очень теплая. Но этот аромат, он очень густой, плотный, вот такой прям сбитый-сбитый. Он безумно стойкий. Он очень шлейфовый, он очень объемный. Его нужно буквально вот один пшик куда-то на ногу, на коленку, под коленку, либо на подол одежды, либо куда-то на спину. Потому что все-таки это очень акцентные цветы, яркие, плотные, мощные, которые могут задушить. И просто если вот сюда, мне кажется, через полчаса вы уже возненавидите этот парфюм. Но если его правильно дозировать и подальше от лица, будет красиво. Я его все-таки придерживаю до лета, потому что мне писали, я уже об этом тоже говорила, что мне писали, Карина, это летом просто секси. Это что-то с чем-то. Поэтому я надеюсь. Есть, конечно, тоже негативные отзывы, что он пахнет какой-то резиной, всякими там изделиями. Но, в общем, я ничего такого не слышу. Для меня это красиво, это кремовые такие сливочные, плотные белые цветы. Следующий аромат. Вот это, друзья, это я вообще не ожидала. Я не ожидала, что это настолько красиво. Почему я раньше проходила мимо этого аромата? Уму непостижимо. Это Солейнеж от Томфорд. Я его вот просто закинула, потому что мне надо было списать кэшбэк. Я увидела, что без наценки наконец-то появился Томфорд на мегамаркете. Я увидела, что есть очень выгодные кэшбэки, не кэшбэки, а промокоды. Короче, все совпало. Я вот его заказала. И я просто обомлела, когда я первый раз его понюхала. Такая, и что, Карина, где ты была все это время? Ты могла наслаждаться несколько лет уже этим ароматом. Вот так вот бывает, что как-то я, не знаю, скептически к нему относилась. А это... Это аромат, знаете, вот сейчас модно говорить, стиль old money. Одежда old money. Вот этот парфюм old money. Это настолько роскошь. Это вроде бы просто... Вот аромат про белые цветы снова. Они очень нежные, в отличие от предыдущей туберозы, где такая густота и мощь, плотность. Здесь аромат легкий, воздушный, нежный. И какое-то воздушное, легкое лимонное суфле. Это аромат вполне может быть ароматом невесты. Девушкам молоденьким наверняка он понравится. То есть, если вот с туберозой все-таки я сомневаюсь, что это молодежь и ценит. Ну, вот это точно молодежь и ценит. Он какой-то и звонкий, и нежный. Он какой-то эльфийский, ангельский аромат. Это очень красивый белоцветочный парфюм. Больше я вам про него пока ничего не скажу, потому что самое основное, что я здесь слышу, это как раз нежнейшие белые цветы и лимонное суфле. Ну, как же это красиво. В комментах на фраге пишут, что он безумно прекрасен именно в снег, в мороз. Оценим. Оценим через полгода. Пока что меня ждет адская жара впереди с этим ароматом. Но если что, подождет. Подождется его часа. Очень красиво. Стойкий, шлейфовый. Звучит дорого. Прямо мои искренние рекомендации. Я от него просто в диком всем желаю. Самых удачных парфюмерных покупок. У меня тоже еще много есть новиночек, о которых будет рассказано в ближайших видео. Ну, а с вами была Карина. Увидимся. Всем пока.